Девушки отдыхают В какой басне Крылова присутствовал персонаж, козел или коза? Лебедь, гуси, щука Ну, про щуку, но там не было козы Ну, я думаю, кажется, волк и козленок или семеро козлят Бременские музыканты Бременский музыкант Вортец Крылова Надо готовить, я могу Какое растение помогли найти людям животные по имени козы? Мне кажется, капуста, потому что капусты любят очень козы Тархун Что можно получить с козы, выращивая их дома? Молоко Шесть Могут сделать подстилку Ножки за ножки Терам Правда ли, что у козы очень огромный мозг? Нет, потому что мне кажется, что он очень маленький Потому что она животное, она не понимает Ну, она не умеет говорить Тупенькие, да? Ну, не очень, да Ну, я думаю, нет, потому что поскольку она сама маленькая, то и мозг не может быть очень огромным У меня череп маленький Да, правда, не очень козы умные Умные Да Следующий вопрос Правда ли, что коза никогда не будет кушать пропавшую еду? Да, потому что наши козы умные Ну, я думаю, что это правда Потому что они очень чувствительные, у них очень хороший нюх И точно так же, как и коты могут заметить химию в каком-нибудь продукте Точно так же, думаю, и козы могут Например, в каком-нибудь обочи, что он испорчен или отравлен У коза маленький мозг, и поэтому они едят очень много всяких гадостей И могут есть испорченную еду Да, его говорит, я помню Ну что, правильные ответы у нас были такие Басня с козой Это у нас квартет Коза не разговаривает, а блеет С нее можно изъять молоко, шерсть, мясо Ну и, конечно же, у козы очень и очень огромный мозг Поэтому эта возможность дает ей не кушать плохую пищу Всем пока Если есть желание, оставляйте комментарии Задавайте свои вопросы Возможно, именно ваши вопросы появятся в следующем эфире Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok